Американский питбультерьер, как выглядит черный, белый и серый. Порода американский питбультерьер относится к самым агрессивным породам. Это бойцовская собака, которую все боятся, что вполне обоснованно. Они очень агрессивны, поэтому для содержания их в комнатных условиях понадобится хорошая профессиональная дрессировка и умелое обращение. Только в этом случае они не навредят ни членам семьи и ни окружающим. История происхождения породы Первое слово в названии «американский» создает ложное впечатление о том, что порода выведена в США, но это не так. Родиной этих псов является Великобритания, именно оттуда они и попали в Европу и на американский континент. Американский питбуль Питбуль – это гибридная порода, ее родителями стали староанглийский терьер и староанглийский бульдог. Британские селекционеры захотели получить собаку, в которой сочетались бы смелость, скорость и хорошо развитая мускулатура. Все поставленные задачи оказались выполненными. Питбуль – собака, которая изначально использовалась для участия в боях, а также охоты на быков, медведей и кабанов. С 1835 года начали появляться законы о защите животных и использовании собак в качестве охотников была запрещена. Несмотря на то, что собачьи бои продолжались, цена на представителей породы упала. В этот момент проведением таких зрелищных мероприятий заинтересовались американцы. Они продолжили британскую традицию. Некоторое время спустя был введен запрет на организацию собачьих боев, однако они до сих пор нелегально проводятся в некоторых странах, в том числе в США и России. Староанглийский бульдог. Несмотря на то, что такие соревнования всегда были жестокими и беспощадными, они помогли в улучшении качества породы, поскольку выявили лучших из лучших. Теперь качества, заложенные первоначально, еще более усовершенствованы. Староанглийский терьер. Происхождение названия. Поскольку практика собачьих боев была наиболее развита именно в Америке, а питбультерьеры. Появлялись там наиболее часто, порода получила свое дополнение, американский. А название питбуль происходит от ее назначения пит, яма для проведения боев, булл-бык. В свое время разведение американских бультерьеров приостановилось, за заводчиками велось наблюдение, отслеживались характеристики. Не только щенков, но и взрослых особей. Интересно. Эту породу из-за происхождения некоторые до сих пор называют английским питбультерьером. Но слово американский больше прижилось в обществе и среди профессионалов, чем английским питбуль. Стандарт породы – внешний вид. Несмотря на то, что порода питбуль известна не только в узких кругах заводчиков, но и практически всем обычным людям, она не считается. Официальной во многих международных организациях, в том числе и в Международной ассоциации кинологов. Не существует стандарта породы и в России. Как самостоятельная порода питбуль признан только двумя организациями – АДБ и АК. Стандарт породы – ААК. Описание породы питбуль – ААК. Вес кобелей составляет 20-27 килограммов, суки легче – 14-22 килограмма. Рост должен соответствовать массе, не должно быть недобора или перебора. Морда глубокая, сужающаяся к носу, нижняя челюсть очень мощная и выделяется. Прикус ножницы при этом не должно быть перекуса. Круглые или миндалевидные глаза посажены низко. Цвет может быть любой, кроме голубого и синего. Корпус мускулистый, сильный, мощный, передняя половина тела больше и шире задней в двух раза. Хвост является непосредственным продолжением туловища. В состоянии покоя он спокойно свисает. В состоянии активности поднимается на круп. Сильные, мускулистые, развитые конечности, прижимающиеся коленями к корпусу, широко расставленные. Движения оживленные, но умеренные. Пес готов в любой момент побежать. Координация развита отлично. Шерсть плотная, жесткая, прилегающая к коже, без подшерстка. Окрас может быть совершенно любым, кроме мерля. Некоторые окрасы встречаются довольно часто, самыми распространенными являются коричневые и рыжие цвета. Довольно популярен и тигровый окрас питбуля. Более редкими являются черный питбуль, голубой питбуль, серый питбуль. Белый питбуль. Характеристики породы питбуль, которые служат причиной дисквалификации на выставках. Чрезмерная агрессия или трусливость. Полная или частичная глухота одного уха или обоих ушей. Куцый хвост. Альбинизм. Длинная шерсть. Представители породы, победители соревнований. Использование и назначение породы. Современные представители породы собак питбуль уже не являются такими беспощадными убийцами, какими их создавали изначально. Животные прошли строгий селекционный отбор и различные тесты на психику, благодаря которым порода стала универсальной. Основной характеристикой современной породы питбуль является возможность работать во всех, даже самых тяжелых условиях, за исключением. Мест с низкими температурами. Им доверяют огромные территории, которые они охраняют. Они осматривают их в компании с человеком. Это не те псы, которые будут сидеть на цепи. Они просто сойдут с ума. Им требуется свобода передвижения и компания проводника. Американские питбультерьеры в США являются самой популярной породой, используемой на службе в полиции. Благодаря превосходному обонянию, они способны находить наркотические вещества, взрывчатку и прочие запрещенные вещества. Для справки, кроме того, собаки этой разновидности являются великолепными охотниками. Если они напали на след добычи, то уйти жертве точно не удастся. Американский шоколадный питбуль на службе в полиции. Правда ли, что это опасная и агрессивная порода? Характер собаки зависит от ее воспитания и дрессировки. Конечно, нельзя сказать, что с американским питбуллем можно вести себя так же, как с мелкой дизайнерской породой. Рвение к борьбе для них – генетическая особенность и неотъемлемая часть. Однако характер пса уравновешен, в некоторых случаях он мягкий и спокойный. Но если найдется повод напасть на человека или другое животное, он сделает это с невероятной жестокостью, оказавшись гораздо опаснее многих других пород. Более агрессивными окажутся только его родственники – питбуль-мастифы, которые гораздо крупнее и злее его. Питбуль-мастиф – дрессировка и воспитание питбуля. Самое первое, что должен сделать счастливый владелец этой собаки – показать, кто главный. Хозяин должен сразу сделать так, чтобы пес слушался и подчинялся ему. Внимание! Это не значит, что необходимо применение жестокости, напротив, она будет вызывать агрессию. Собака затаит злобу на человека и из этого не получится ничего хорошего. Все просто, хозяин должен разговаривать с псом, отдавая ему команды спокойным, но твердым и уверенным голосом. Самый важный возраст – до четырех месяцев. В это время полностью закладываются основы характера и привычки животного. В это время с щенком нужно много играть, часто гладить, показать, что он любим всеми членами семьи. Собака должна вписаться в коллектив, стать его членом. Чтобы питомец лучше прошел этап социализации, нужно с младенческого возраста выгуливать его в людных местах. Он должен видеть и спокойно реагировать на других людей и животных. Его мир не должен сосредотачиваться на узком семейном кругу. Если щенок пробует проявлять агрессию, его нужно перевернуть на спинку и подержать некоторое время в этом положении. Генетическая память даст о себе знать. Так может делать только вожак стаи, в данном случае хозяин – главный. У американских питбультерьеров шикарная память. Они легко усваивают не только элементарные, но и многие дополнительные команды. Однако система запретов всегда должна быть стабильной. А не лоббироваться изо дня в день. Если у песика все получается, его обязательно нужно гладить, хвалить, можно дать угощение. Если же во время игры в ход пошли зубы, обязательно нужна команда «Нельзя», после которой занятие должно прекратиться. Это послужит для малыша своеобразным наказанием, и он постепенно освоит границы дозволенного. Не рекомендуется заводить эту собаку тем семьям, в которых есть или планируется ребенок. Несмотря на то, что пес может быть отличной нянькой для более взрослых детей и малышу, который может хватать его, таскать за уши и хвост. Он может нанести серьезный вред. Для детей американские питбультерьеры опасны. Важно! Перед приобретением собаки такой породы стоит проанализировать, хватит ли у хозяина сил, чтобы дать ему необходимое воспитание. Также не стоит заводить щенка тем семьям, в которых часто возникают ссоры и скандалы. Там животное вырастет неуравновешенным и с нестабильной психикой. Щенок черного американского питбультерьера. Социализация. Социализация – это важнейший момент воспитания собаки, от которого зависит, как будет выглядеть питбуль в обществе и самое главное, как он будет себя вести и взаимодействовать с людьми в дальнейшем. Как правило, к людям они не проявляют никакой агрессии, напротив, настроены очень дружелюбно. Особенно, если их с малого возраста регулярно выгуливать в людных местах. Красной тряпкой для них могут стать другие собаки. Инстинкт охотника никто не отменял, за этим нужно следить и уметь контролировать этот процесс. Для того, чтобы избежать собачьих боев, идеально будет подружиться с хозяевами неагрессивных пород собак и ежедневно совершать совместные эмоционы. Лучше взять молодых щенков, которые будут расти вместе и подружиться. Так питбуль приучится к собачьей компании и перестанет видеть добычу в окружающих псах. Важно, для питбулей нужны регулярные физические нагрузки. На них необходимо отводить не менее часа в день. Пес должен бегать, играть на спортивной площадке для собак. На выходных можно выбираться на прогулки в лес или парк, где для животного будет больше свободного пространства. Игрушки для американского питбуля. Все современные игрушки для собак можно разделить на третьего типа. Предметы для выполнения команды аппорт. Предметы для совместных игр. С хозяином, предметы для самостоятельных игр. Все виды игрушек должны быть у питбуля, чтобы ему не было скучно. Главное, они должны соответствовать его размеру. Из игрушек для аппортирования лучше всего подойдет пуллер, два одинаковых кольца. Они чаще всего выбираются хозяевами крупных собак. Их размеры растут от мини до ксал по мере взросления пса. Для совместных игр с хозяином чаще всего используются канатики и всевозможные их вариации. Для самостоятельных игр можно выбирать любые игрушки. А с помощью игр на свежем воздухе собака сможет не только выплеснуть все свои эмоции, но и накачать мускулы. Игра с пуллером. Правила ухода. Уход за псом не очень сложный и сводится к элементарным правилам гигиены. Купание проводится один раз в двух месяца. При этом голову моют осторожно, чтобы вода не попадала в уши. После каждой прогулки можно протирать шерсть влажной тряпкой, чтобы избавиться от следов пыли и грязи. Важно следить за состоянием подушечек лап. Они могут потрескаться и загрубить. Чтобы этого не произошло, можно смазывать их специальным кремом и ежедневно включать в рацион по один час. Л. Растительного масла. Когти следует подстригать раз в месяц. Ушки необходимо чистить один раз в неделю, аккуратно влажным ватным диском. За их состоянием следует следить регулярно, они должны иметь здоровый оттенок и не иметь никаких признаков повреждений. Глазки собаки также стоит протирать один раз в неделю, чтобы они всегда оставались чистыми. Можно пользоваться обычной мягкой водой, но лучше приготовить специальный отвар ромашки. Чистка зубов проводится два раза в неделю. Возникающие проблемы с зубами, становятся заметными по оскалу. Тогда потребуется чистка у специалиста. Расчесывание, груминг. Собаку достаточно еженедельно расчесывать специальной резиновой щеточкой. Она не должна быть жесткой, нужно помнить об отсутствии подшерстка и непосредственной близости кожи. Приучать питбули к процедуре нужно с момента его появления в доме. Постепенно этот ритуал станет еще больше сближать собаку и хозяина. Ленька происходит традиционно весной и осенью. Если пес линяет круглогодично, стоит обратиться к специалисту. Это может быть спровоцировано различными факторами, от неправильного рациона до аллергии. Как кормить американского питбультерьера? Питание должно быть правильным и сбалансированным, нельзя перекармливать собаку, поскольку американские питбультерьеры, как и многие. Другие исходные породы, например французские бульдоги, склонны к ожирению. Лучше использовать готовый сухой корм премиум класса для собак средних и крупных пород. Там уже готовое сочетание всех необходимых продуктов в правильных пропорциях. Если говорить о натуральной пище, то она не должна быть жирной. Ее основу составляет нежирное мясо, крупы, гречка и рис, овощи, кисломолочные продукты. О точной программе питания для каждой собаки лучше поговорить с ветеринаром, исходя из ее индивидуальных особенностей. Внимание! Прием пищи должен быть дробным, щенков кормят пять раз в день, взрослых собак – дважды в сутки. Чем запрещено кормить питбули? Поскольку питание должно быть сбалансированным, его источником служат натуральные, полезные и нежирные продукты. При этом есть ряд блюд, которые ни в коем случае не должны попасть на стол к домашнему любимцу. Животные жиры, виноград и бананы, грибы, мучные и кондитерские изделия, молоко, полуфабрикаты. Соблюдение правильного питания – лучший способ сохранить псу здоровье и продлить его жизнь. Выгул. На прогулки требуется много времени, к этому должны быть готовы люди, только планирующие завести американского питбули. Полноценными считаются выгул два раза в день продолжительностью 45 минут. Но это не должен быть пассивный эмоцион, когда песик спокойно сделает необходимые дела и подышит воздухом. Отдых с представителем этой породы должен быть только активным и спортивным. Полезны прогулки в обществе, чтобы ускорить процесс социализации. Продолжительность жизни – сколько лет живет. В среднем эти собаки живут до 15 лет, но в зависимости от соблюдения правил ухода, питание его можно сократить или увеличить. Все зависит от ответственности и серьезного подхода хозяина. Вязка. Вязка проходит на территории кобеля, чтобы придать ему уверенности в своих силах. Понадобится намордник, чашка с водой и вазелин. К суке в этот день нужно относиться как можно трепетнее, чтобы она не нервничала. Перед вязкой собак выгуливают, а кормят за 3-4 часа до начала процесса. Половые органы самки обрабатываются раствором реванола. Вязка всегда проводится в присутствии хозяев, которые в случае чего должны прийти на помощь своим питомцам. Первая вязка происходит в присутствии ветеринара. Кобель готов к вязке круглый год, течка суки наступает от 1 до 3 раз в год. Как правило, вязку осуществляют не раньше 11 дня течки. Процесс этот сложный может продолжаться от 50 минут до часа. Сколько стоит щенок и как его выбрать? Стоимость щенка зависит от класса, к которому он относится. Если речь идет о приобретении в питомниках и у официальных заводчиков, цены на 2019 год. Следующие. Пэт-класс. 7-0-0-0-10 тысяч рублей. Брит-класс. Не менее 30 тысяч рублей. Шоу-класс. До 60 тысяч рублей. Важно! Чистокровный питбульс родословный при приобретении из-за границы обойдется не меньше, чем в 60 тысячах рублей. В интернете и других информационных источниках можно найти объявления о продаже, в которых цена на питомца может быть ниже. Но не стоит приобретать такую генетически агрессивную породу у непроверенного заводчика. Возможно трудности с воспитанием, дрессировкой и социализацией. При выборе питомца стоит познакомиться с ним лично, посмотреть на него несколько раз. Порядочные заводчики и проверенные питомники предоставляют такую возможность. Кроме того, они социализируют псов уже с младенчества, их характер становится понятен уже в возрасте двух месяцев. По таким щенкам можно понять, насколько собака ласковая, добрая или, напротив, агрессивная, озлобленная. Щенка также осматривают со всех сторон. Он должен быть здоровым, активным, без признаков каких-либо заболеваний. Шерстка должна быть гладкая и блестящая. Самые ценные питбули однотонного окраса – белые, черные, голубые, серые. Конечно, характер – это одно из важнейших качеств, к которому нужно внимательно присмотреться. Как назвать питомца? Кличка питомца – это то, что питбуль будет слышать чаще всего. Она должна быть приятной и для хозяина, и для питомца. Американские питбультерьеры – серьезные животные, кличка должна отражать их характер. Популярные клички для мальчиков – Арчи, Декстер, Паркер, Лорд, Гром, Бонд, Оскар. Клички для девочек – Джесси, Тори, Анхель, Гретхан, Санда, Дина, Селина, Хлоя, Умбре. Важно помнить, что кличка должна соответствовать не только пожеланиям хозяина, но и характеру питомца. Поэтому лучше не планировать ее заранее, а немного подождать, изучить повадки пса. Американский питбультерьер – порода с непростой историей и сложной судьбой. Ради своей выгоды люди намеренно делали их более агрессивными, злыми, жестокими, причинили им много боли. Все это, несомненно, отложилось в генетической памяти. Однако сейчас это уже преобразованная и адаптированная порода. Несмотря на то, что призраки прошлого порой проявляются в самостоятельном характере питомца, это полностью уравновешенная и адекватная собака. Она не станет нападать без причины. Ей, как и любой другой, нужны ласка, забота, хозяина и воспитание, в которые вложен правильный посыл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!